Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 4 сентября, и своеменинный в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Макария, Иоанна, Алексея, Феодора, Василия, Гавриила, Алексея, Александра, Михаила, Афанасия. Мир и благословение Божье, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня также Святая Церковь совершает память святой мученице Явлалии Девы. В период страшных гонений на христиан в Испании, в местечке, называемом Варкинон, ныне Барселона, жила некая девица Явлалия. Рожденная в христианской семье, она и сама всецело была предана Христу, как своему жениху. Углубленно изучая Священное Писание, она со стойкостью и усердием добровольно брала на себя телесные и духовные подвиги. Когда мучитель Декиан, беспощадно истребляя христиан по всей стране, прибыл в Варкинон, Явлалия ночью тайно покинула своих родителей, предстала перед мучителем и во всеуслышание обличила его в убийстве невинных людей, понося при этом мертвых идолов и открыто исповедуя свою веру во Христа, как в живого Бога. Разгневанный Декиан повелел обнажить ее и бить палками. Но святая девица объявила, что не ощущает боли в мучениях за Христа своего. Тогда истязатель приказал крестообразно привязать ее к дереву и опалять тело свечами. Декиан спросил при этом, где же ее Христос и почему он теперь ее не спасает. А Явлалия ответила, здесь он со мной, но не можешь ты его видеть из-за своей нечистоты. В ужасных мучениях святая Явлалия предала свой дух Богу. Когда же испускала она свой дух, то люди увидели белого голубя, вылетевшего из ее уст. При этом внезапно выпал снег и покрыл ногой тело мученицы, словно белым платьем. На третий день пришел некий христианин-подвижник, святой Феликс, и горько плакал перед висящим телом Явлалии. Но на мертвом лице святой мученицы блеснула улыбка. Ее родители пришли и вместе с прочими христианами благочестно похоронили тело своей святой девицы. Пострадала Явлалия за Господа и перешла в вечную жизнь в начале четвертого столетия. Одно из важнейших условий спасения, спасения души, есть знание Священного Писания. Святая Явлалия свое мужество и любовь к Богу черпала из Слова Божьего. Очень часто люди приходят и говорят, ну вот как можно Бога любить? Понятно, можно любить мороженое, можно любить кошку или собаку, или можно любить своих ближних, детей, ну потому что ты как-то с ними живешь, ты их чувствуешь, слышишь, видишь. А как можно любить Бога, которого не видим? Ну действительно, как можно любить Бога, если ты его не знаешь? Бога можно любить, только узнав Его. А узнать Его можно только тогда, когда вступишь с Ним в близкие отношения, духовные отношения. А как Господь жил на земле, что Он говорил? Вообще, образ Божий, он явлен в лице Господа Иисуса Христа. И поэтому узнать Бога можно в Священном Писании. Хотел сказать, только в Священном Писании. Но для особых людей Господь Себе открывает. Но это бывает крайне редко. Обычный общий путь — это, конечно, Евангелие. И не через что иное к Богу не приходится только людей, как через чтение, вдумывание, вчитывание, вслушивание в Новый Завет. Поэтому обязательным правилом является ежедневное чтение Евангелия. Понятно, что человеку светскому, мирскому, внешнему это бывает и сложно, и неинтересно. Но когда у человека возникает желание разобраться в истине, что есть истина, в смысле жизни, это рождает внутри определенную жажду, жажду поиска, которую утолить можно только, начав изучать Священное Писание. И в первую очередь нужно просить Бога, чтобы Он открыл себя, чтобы Он дал любовь к чтению Евангелия, дал любовь к молитве, чтобы Он расположил наше сердце и открыл наш ум для уразумения истины. Иной раз человек спрашивает, а можно ли там познакомиться с книгами других вер, Талмудом, Кораном, прочими записями и народных представлений о духовной жизни. Оно, конечно, можно, но при условии, если ты хорошо и устойчиво знаешь свою веру, если ты любишь Евангелие, ты знаешь критерий истины. Потому что Слово Божье дает человеку очень четкие, внятные понятия, что есть истина. Это определенная шкала. Человек, который опирается на Евангелие, он в жизни никогда не потеряется, потому что в любой ситуации он может примерить. Вот это угодно Богу, это Богу противно. Это хорошо, это плохо. Потому что есть четкая, внятная шкала, есть критерии. Если же человек не обладает евангельскими знаниями, опытом, он очень легко может увлечься и подпасть под влияние, под обаяние, под какую-то человеческую логику тех или иных мировоззрений, увлечений, и потеряться. Потеряться для Бога. Потому что главный вопрос, который человек должен для себя разрешить, «Господи, «Господи, ты где? Господи, как мне жить с тобой?» Вопрос отношения человека с Богом. Евангелие дает очень внятный ответ на самый главный вопрос. «Что такое человек? Зачем я живу? К чему вот эта жизнь дана, наполненная многими скорбями, трудностями, болезнями?» Большую часть жизни человек проводит в страданиях. И вот только Священное Писание дает человеку четкий ответ на этот вопрос. Некоторое время назад в отпуске отдыхали в стране, которая была когда-то Византией, теперь называется Турцией, и было две поездки. В одну сторону, в другую. первая была Вейрополь, современное название Памуккале, там, где апостол Филипп принял свое мучение, там, где храм, гробница святого апостола. Но гиды, они обычно на это дело не обращают внимания, им ближе на эти белые скалы, потому что там определенный бизнес, источник Леопатра и все такое. А вторая поездка была в Демре, в храм, где служил святитель Николай Мирликийский. В первую поездку сопровождала гид петербурженка, не помню уже ее имени, Лилия, а в Мирликийский. Сопровождал мусульманин Энсор. И от того, как они проводили экскурсии, мне стало очень стыдно за державу. Потому что петербурженка, по-видимому, человек крещеный, она в основной массе рассказывала про древних богов, про их жрецов, как этими жрецами стать, ну и прочую ахинею, афинейские сплетения. А мусульманин практически всю дорогу рассказывал Евангелие. Причем понятно, что это была такая светская экскурсия, что это не было паломничеством, потому что люди с пляжа, люди разных и статусов, и мировоззрений. Но вот он, мусульманин, рассказывал всю дорогу о Христе. А когда приехали в храм, оно тоже стало очень стыдно за наших русских гидов, каким-то образом они в Турции там оседают, потому что, например, одна группа, понимая, что это русская женщина, она ведет эту группу и рассказывает о том, что вот для того, чтобы было счастье, нужно там семь раз вокруг алтаря обойти, и тогда вот загадать желание, и все будет вам хорошо. Айнсор, он с таким благоговением, несмотря на то, что он мусульманин, он говорил о храме и говорил, что вот это место, это алтарь, хотя там нету никакой перегородки, а просто ступенечка. И в алтарь женщинам входить не положено. Из нашей группы ни одна женщина не пошла фотографироваться на место, где алтарь. А из других, ну это устроили проходной двор, фотосессию, и гиды несли такую чушь, простите, собачью, про счастье, про то, что нужно там загадать, про как лучше там прикоснуться к престолу. И вот вот это такая жуткая получается несовместимость. С одной стороны, вроде русские крещённые христианки своей веры не знают, не любят и несут абсолютную ересь. И в неё ввергают своих слушателей. А с другой стороны, человек иной веры, который ни разу в России не был и говорит о Христе. Причём даже, ну я священник, и очень критично его слушал, потому что это очень важно об истине. И не к чему было придраться. Настолько чётко, настолько по-евангельски, без всякого упоминания о своей вере, что многие люди, я думаю, что они впервые, побывав на этой экскурсии, они всерьёз как-то задумались о том, что вот Сын Божий пришёл для того, чтобы их спасти от грехов. Вот храм, вот святитель Николай. Вот такие бывают коллизии, дорогие мои. Поэтому обязательно нужно Евангелие изучать, знать, любить, чтобы и самим за Него держаться, и своим детям уметь рассказать о Христе. Спасибо всех, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok